Вот уже не одно десятилетие Брестский академический театр драмы удивляет публику яркими комедиями, философскими постановками, историческими спектаклями. Коллектив знаменит своим особым отношением к творческому слову, поэтому его выступления всегда встречались и встречаются настоящими овациями. Долгие годы театр располагается на известном всем месте на улице Ленина. Время сделало свое дело и сегодня администрация задумалась над тем, что можно было бы обновить, приобщив к деятельности не только рабочих, но и инициативных горожан. Это будет у нас такой первый опыт, когда мы привлекаем широкий круг общественности к разработке концептуального оформления определенных общественных помещений, которые в театре. Это будет текущий ремонт, это не будет никакого ни капитального, ни глобального переустройства, переоборудования, какого-то реконструкции. Это будет просто текущий ремонт одних из помещений, которые здесь находятся в театре. Каждый посетитель, который приходит в театр, я думаю, неоднократно бывал в этом помещении. Нам хотелось бы подойти комплексно к решению этой проблемы, не просто осуществить ремонт ради ремонта, а хотелось бы сделать, чтобы эти помещения действительно соответствовали и архитектурному дизайну, и архитектурной стилистике общего здания. Ведь у нас театр является на сегодняшний день историко-культурной ценностью, и об этом тоже не стоит забывать. Плюс хотелось бы, чтобы там была театральная тематика какая-то определенная. Кроме этого, планируется замена покрытия сцены. Она запланирована на август, когда коллектив будет находиться в отпуске. Обновить планируют и фойе второго этажа. Здесь произойдет переформатирование знаменитых стендов с артистами, а также будет проведен косметический ремонт. Мы хотели бы обновить здесь наш художественно-творческий состав, потому что те фотографии, те образы, которые здесь наши зрители видят в контрактах, либо перед спектаклями, конечно, актеры сфотографированы уже довольно-таки давно, лет 7-8 назад, которое произошло. Поэтому есть возрастные какие-то изменения, и в штатном расписании были изменения, кто-то прибыл. Ну и плюс, девушки, наши актрисы, имеют такую специфику, когда выходят замуж, они периодически меняют фамилию. Поэтому хотели бы видеть себя и под другой фамилией здесь уже. Поэтому я думаю, что мы посмотрим, насколько у нас будет возможности и полная концепция вот этого вот фойе, пересмотреть вот этот ряд художественно-творческий, чтобы его было приятно смотреть. Потому что самый главный наш принцип – это не навредить, не сделать хуже. Сделать лучше можно, но для этого надо концептуально подойти к этому. Кстати, творческий сезон для коллектива сейчас в самом разгаре. Артисты работают над рядом постановок под руководством талантливых режиссеров. В числе приоритетных тем события Великой Отечественной войны. На Брестской сцене будут показаны постановки классиков белорусской литературы как XX века, так и современности. Запланирована совместная работа с коллегами за рубежа, в частности, проекты с коллективами Польши. Отдельные постановки будут перекликаться с произведениями школьной программы, что особенно актуально для молодежи. Сюрпризов будет очень и очень много. В настоящее время в работе у нас находится уже спектакль по пьесе нашего современного классика, уже можно так сказать, Алексея Дударева. Спектакль «Не покидай меня» – это будет в постановке нашего художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, Александра Александровича Козака. Это уже не первое сотрудничество наше с этим драматургом. У нас успешно на протяжении многих лет идет спектакль «Вечер». Поэтому, можно сказать, это уже такое продолжение нашей творческой дружбы, скажем так. Это спектакль «Не покидай меня» на военную тему, посвящен ближайшему юбилею Победы, который будет в мае. Практически на все дни февраля в театре есть запланированные показы, в ожидании которых гостям представителей театра рекомендуют посетить необычную выставку. Здесь представлены художественные полотна Татьяны Кровяковой, которая более 40 лет своей профессиональной жизни отдала работе над костюмами и сценографией. На счету талантливого мастера около 300 спектаклей, и каждый имеет свою творческую изюминку. Познакомиться с экспозицией можно в фойе второго этажа, а интересные варианты внутренней реконструкции можно отправлять на электронный адрес Брестского академического театра драмы. Итоги будут подведены 1 марта.